Чедерлунский местный совет утвердил отчет примара об исполнении городского бюджета за 2012 год. Глава города отметил, что он сработал не хуже, чем его предшественник. Долги примарии остались на том же уровне и составляют чуть более 3,5 миллионов лей. Мы за отчетность за 2013 год практически имеем то же самое. То есть все, что говорилось о том, что примария нарестила долги, все это видно на диаграммах. Долги эти хронические изгодок, вот они тянутся в связи с тем, что идут большое повышение цен на тарифы по энергоресурсам. Вы знаете, что в прошлом году, то есть в 2012 году у нас был долг за газ 1,8 миллиона рублей, но мы с этим справились. Ознакомившись с отчетом примара, за прошлый год у присутствующих возникли вопросы. Сказать, что ничего не сделано, это было бы неправильно. Сказать, что сделано сверхъестественно, ну мы понимаем, какое время мы сейчас живем. У нас действительно нету конструктивной работы между ветвями власти. У нас вот дележка портфелей власти, вперед и идем мы, а о людях забываем. Почему нельзя примару с главой районной администрации, почему нельзя с ГГУ, с исполкомом и дальше и дальше с депутатами. Я всегда говорил и говорю, до пяти займитесь делом. После пяти идите в бар, чай, пиво пейте и там говорите, кто круче, кто сильнее, кто хозяин. Вместе с советом мы сделали немалую работу вместе с примаром. Поэтому я считаю, что сегодня Георгий Георгиевич Арманжи сделал отчет примара. Это отчет не только примара, но и наших советников вместе взятых. Житель города Николай Тукан, имеющий опыт работы в публичных органах, предложил поддержать идею объединения граждан в ассоциацию для решения городских вопросов. Ну, основная наша идея в том плане, что ужесточить ответственность тех, кто сегодня у власти. Потому что приходят и забывают, для чего они пришли. Работу примара советники признали удовлетворительной. Оценку о деятельности городской и исполнительной власти дали депутаты регионального и республиканского уровня. Сегодня все-таки должен был быть отчет о деятельности Пужиха, потому что я понимаю, что дом престарелых, там все хорошо. Музеи у нас все хорошо, дом престарелых, а сам деятельность Пужиха отложили, если не ошибаюсь, отчет аж на апрель. Это более злободневный вопрос, который надо было сегодня заслушать, потому что еще на два месяца мы откладываем решение. А сегодня это предприятие фактически на грани катастрофы, оно скоро и мусор не будет вывозить, и никакой деятельности просто не будет производить. Некоторые цифры вызывают радость. Есть подвижки в положительном плане, увеличилось количество договоров по аренде земель сельхозназначения, по госимуществу. Есть тенденция увеличения местных сборов налогов. В то же самое время беспокоит то, что уменьшились затраты на содержание садиков. Я это объясняю, видимо, тем, что, зная ситуацию, что садики, видимо, какое-то время были закрыты, именно этим это объясняется. Работы, конечно, в городе не початые края, но меня тревожит больше стратегическое развитие города. Город не чувствуется, к сожалению, на сегодняшний день какой-то системной работы, видения и стратегии по развитию города. По итогам обсуждения советники утвердили отчет главы города об исполнении бюджета за 2012 год по доходам в сумме 32 808 065 леев и по расходам 33 5 864 лея. Народные избранники указали примарей на недостаточную работу с должниками по оплате за аренду земель, за размещение рекламы, пассивно-претензионную исковую деятельность и слабое участие в проектах.